Петра интересовала гарантии, мы все оставили, что с нами? И вот что гарантирует Христос, он говорит, что при этой жизни, если будут гонения, если будут какие-то трудности в жизни, тот, кто пошел на подобные жертвы ради меня и Евангелия, получит вас сто крат больше. То есть Бог говорит, что я буду заботиться, я усмотрю все для вас. Ну и читая, конечно, Священное Писание, понимая, что Богу это не сложно. Сложно человеку порой принимать подобную заботу от Бога, соглашаться, что ты будешь настолько зависим от Бога. Вот это сложно. То есть отдавать Богу часть своего времени, своей жизни осознанно, то есть это я вот даю тебе, Господи. На это не каждый готов, но это нам легче дается, чем полностью всю свою жизнь посвятить и понимать, что все в руках Его, и я ничего не контролирую. А Христос вот обещает, что я буду заботиться. И самое важное, самое главное, на мой взгляд, вот в этом всем, он говорит следующее. Смотрите, вот в конце 30 стиха. «А в веке грядущем жизни вечной». Его слова звучат в следующем. «Нет никого, кто оставил бы самое ценное на этой земле для него, ради меня и Евангелия, и не получил бы в этом мире, в этом нынешнем веке, среди всех переживаний, воздаяние во сто крат большего, а в жизни грядущей – вечности». В грядущем веке – жизни вечной. Эти слова вполне можно расценивать, как гарантийное письмо самого Господа. И обещание, данное Богом, на мой взгляд, дорогого стоит. Когда я для себя задумался над этими словами, то я задался таким вот вопросом, несколько он может быть такой, знаете, с точки зрения доктрины. Вот как же вот подобное обещание со стороны самого Иисуса Христа можно подружить с привычным для нас учением и приятным для нас учением о спасении по благодати. То есть благодать же она подразумевает не от дел, не от достижений, даже не от посвящения, не от жертв, а по вере. Вот по вере, чтобы никто не хвалился, никто не мог сказать, что он чего-то достиг сам. Как же можно вот это вот подружить? То есть здесь Христос дает обещание, нет никого, кто оставил бы ради меня и Евангелия, и не получил бы в грядущем веке жизни вечной. То есть получит. Это гарантийные слова самого Господа. И учение о благодати, которое говорит, что не от дел. Вот что бы ты ни делал, это все пустота, потому что Христос дает спасение и жертва на Голгофе. Ответ у меня нашелся только один. Мне кажется, что никто, кто не познал Господа, Христос говорит, кто не оставил ради меня отношения, никто, никто не познал Господа как своего Спасителя, никто, не вкусивший Его благодати, ни один человек, не ощутивший себя прощенным, спасенным, очищенным и даже свободным во Христе, никто, кто не пережил это на своем опыте, он даже и думать не будет о том, чтобы что-либо свое оставить ради Христа, не говоря уже о таких больших жертвах, которые здесь привел в пример Иисус. Никогда человек, не знающий Бога, не согласится на подобное посвящение или отречение. Для большинства это прозвучит как безумие, как блажь, как какая-то бредовая идея, глупость или даже фанатизм. Но совсем не так с теми, кто рожден от Духа, кто знает, что Он, Дух Божий, дышит где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит, как Христос рассказывал об этом действии Духа Святого Никодиму. Господь Иисус дал очень убедительные гарантии, гарантии, связанные в том числе и с вечностью. И не доверять им есть только одна причина, это если я не доверяю тому, кто эти слова обещал, кто это обещал, тому, кто выступает гарантом. Я еще раз напомню, Он гарантирует вечность тем, кто что-либо оставил ради Него и Евангелия в том числе. И один вот вопрос остается у меня. А что оставил я сегодня ради своего Господа и Его благое вести? А вот об этом уже нужно, наверное, подумать каждому, в отдельности, в тишине, в тайне, пред Своим Отцом Небесным. Аминь.